Оговаривается ли съездом тогда вопрос ядерного разоружения в этом ключе? Потому что нынешний кремлевский режим очень активно давит именно на ядерную составляющую. Как с этим обстоятельством? Съезд закрепил будущее России как безъядерной державой и стремление, чтобы весь мир превратился в безъядерную зону в том смысле, что ядерное оружие должно быть оружием всего человечества, не одной конкретной державы. Но, как вы понимаете, вся система ядерного вооружения в мире – это часть договоренностей между несколькими державами, на котором держится вообще вся система, международная система безопасности. На данный момент я считаю, что задача и наша как съезда, и, мне кажется, в этом должна быть прямую заинтересована Украина и многие другие страны Европы, о том, чтобы провести соответствующую дискуссию международную, для того, чтобы сформулировать позицию, если хотите, группы «Рамштайн», о том, что должно произойти в качестве итогов. На данный момент западные политики боятся эту тему трогать. И в неофициальных беседах мы слышим, что, наверное, большинство американского политиков выступает скорее против этого, потому что они считают, что это оставит их наедине с Китаем. Они бы скорее хотели, чтобы Россия была бы ядерной, но на стороне западного мира, и тем самым бы поддержала вот этот баланс сил с растущим Китаем. Но подчеркну еще раз, я считаю, что вообще вся эта система является анахронизмом, надо от этого избавляться, но это предмет международной договоренности. Теоретически такая возможность есть, сколько я понимаю, но она еще должна оговариваться, так? Ну, опять-таки, на конституционном уровне съезд это записала. Дальше мы опять приходим к вопросу конкретных механизмов, планов, сроков, договоренностей и так далее. Их на данный момент никто не обсуждает, и это мы не можем сделать в одностороннем порядке. Соответственно, так или иначе, угроза для Украины в этом плане, она будет сохраняться, пока этот вопрос не решится, насколько я могу судить. Поэтому необходимо это обсуждать. Необходимо это обсуждать. Я еще раз сказал вам свою позицию на эту тему, но если ее никто обсуждать не будет, если никто не будет вырабатывать соответствующего механизма, то ничего не произойдет. Само собой, этот вопрос не решится. Он слишком серьезный, не имеет общеглобальное значение. Если говорить о применении всех этих наработанных юридических механизмов и вообще вот как-то дальнейшем, будущем декларации, которая вот сейчас активно подписывается, вот как скоро, по вашему мнению, вообще это можно рассчитывать на то, что все эти документы будут как-то внедрены в жизнь и вообще... Ну декларация это не та вещь, которая внедряется в жизнь, вы смотрите... Декларации нет, допустим, документы, они же внедряются так или иначе, как скоро... Да, но оно зависит не от подписантов декларации, оно зависит прежде всего от того, что будет происходить на поле боя. И в этом смысле гораздо более важный вопрос, насколько быстро и в какую силу вырастет легион свобода России для того, чтобы дать ответ на этот соответствующий вопрос. Нам необходимо, чтобы были все конструкции подготовлены, их съезд готовят. Что касается всей остальной российской оппозиции, ну хорошо бы, что просто люди друг другу бы не мешали. Потому что мы же не знаем в конечном итоге, кто прав, кто виноват. Может быть, правы те, кто говорит, что там надо не воевать, а вот с европейскими политиками разговаривать. Пусть они разговаривают, это хорошо, мы им поможем. Главное, чтобы мы все говорили про одну и ту же вещь. Вот и эти вещи, они в этой декларации сформулированы. Наша стратегия воевать, бороться, побеждать на этой войне. И этим мы будем заниматься. Продолжение следует...